МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это телеканал «Ноябрьск-24». Здравствуйте. Сейчас коротко о главных темах выпуска. В «Ноябрьске» вновь начнется строительство многоквартирных домов, где станут возводить новостройки. Белые пятна в истории города. В музейном ресурсном центре стартовал новый проект. Зачем разыскивают первопроходцев? И 75-е годовщина победы в Сталинградской битве. В стране вспоминают героев Отечественной войны. Какие мероприятия прошли в «Ноябрьске»? В «Ноябрьске» вновь начнется строительство многоквартирных домов. На месте старых деревяшек на изыскателе возведут две новостройки. Компания «Ямал Альянс» уже готовится к началу работ. Участки под новые дома уже определены. Это район пересечения улиц Изыскателей и Шевченко на месте ликвидированных ранее аварийных домов. Проекты зданий пока не согласованы. Однако известно, что площадь дома номер 4 по улице Изыскателей ориентировочно составит 1841 квадрат. Дом на улице Шевченко 1781 метр квадратный. В понедельник, 5 февраля, пройдут публичные слушания, на которых решится вопрос о предоставлении застройщику разрешения на отклонение от предельных параметров строительства. Слушания пройдут в Департаменте имущественных отношений, кабинет 210. Начало в 17 часов. В целом, сегодня в городе определены уже 11 участков под строительство новых жилых домов. В Ноябрьске два детских сада «Надежда» и «Золотая рыбка», шесть жилых домов и несколько торговых точек временно отключили от отопления из-за порыва на сетях. Подача ресурса была остановлена почти на 5 часов. За это время специалисты «Энергогаз» Ноябрьска провели необходимые ремонтные работы. Порыв произошел сегодня утром на внутриквартальных сетях теплоснабжения. Для того, чтобы произвести ремонтные работы, были демонтированы плиты. На несколько часов приостановили подачу тепла в несколько домов и два дошкольных учреждения. Однако потребители этого практически не заметили. В ходе ремонта специалисты заменили 4-метровый участок трубы. Все зимники Ямала работают в штатном режиме. Но дорожники напоминают автомобилистам, не стоит забывать о правилах безопасности. С собой при выезде на зимник советуют брать дополнительную теплую одежду, запас топлива, аптечку, инструменты, трос и лопату. Также обязательно при проезде КПП зарегистрироваться, сообщить дежурному номер автомобиля и телефона. Двигаться по таким дорогам рекомендуется организованными колоннами минимум из двух автомобилей. Узнать актуальную информацию о состоянии зимников можно по телефону, который сейчас на экране и на сайте карты.енау.рф. В этом году из-за капризов природы ситуация особенно сложная, дороги периодически перекрывают. А 22 января на зимнике Панаевск-Оксарка и вовсе произошла трагедия. Под лед во время подготовки трассы ушел трактор Кировец. Водитель из кабины выбраться не смог. Узнать имена первопроходцев, события из их жизни и истории города. В музейном ресурсном центре стартовал проект под названием «Белые пятна истории Ноябрьска». Сотрудники музея ищут героя фотоснимков в конце 70-х, начало 80-х годов. Зачем, узнавала Евгения Демина. На фотографии изображена бригада маляров и сразу прослеживается, какой тяжелый труд это был. Первые дома, 80-й, 81-й год. Суровая зима, первые капитальные дома и бригады женщин-маляров, которые трудились на этой стройке. Вот только ни одного имени неизвестно, рассказывает сотрудница музея Мария Цебеногина. И подобных фотографий в фондах музея даже не десятки, сотни. Части оцифрованы и размещены на сайте, другие хранятся в архивах. Чтобы восстановить имена всех первопроходцев и не упустить из вида важные вехи создания города, музея придумали специальный проект. Проект называется «Белые пятна истории Ноябрьска». Основная цель этого проекта – найти людей, имена, которые стоят за подвигом. Большим подвигом – это строительство города Ноябрьска. Одной из первых о новой идее городского музея узнала Валентина Форостян. Ветеран 87-й мехколонны вместе с мужем были в числе первых жителей города. Они приехали сюда в 77-м году строить железную дорогу. А потому многих героев пожелтевших снимков Валентина Михайловна узнала. Вот Гридасова. Это не Светтаня. Тамара, вот она, лагутка. На этой фотографии с первомайской демонстрации и сама Валентина Михайловна. Вот она в центре с воздушным шариком в руках. А этот снимок с другой демонстрации женщина сделала своими руками. Говорит, очень любила фотографировать. Снимала дома, людей, события. А потом сама проявляла, сушила и бережно складывала снимки в альбом. У меня был этот сушильный агрегат такой. Прикладываешь четыре штучки, садуешь там четыре за другой, включаешь в электросеть. В те времена Валентина Форостян вспоминает с ностальгией. Рассказывает, жить и работать в безлюдной тогда еще тайге было непросто. Но жили дружно. Помогали друг другу справляться и с бытовыми, и с трудовыми неудобствами. Помогали, конечно. А праздники справляли очень хорошо. Пить так пить, гулять так гулять. Работать так работать. Работать так работать. Частичка души оставалась. И приятная, и хорошая. Так что живите, радуйтесь, не теряйтесь. Если вы просто знаете, что ваши родители, либо сами первопроходцы, которые здесь проживают, бабушки, дедушки, знакомые, были первопроходцами, вложили вклад в развитие этого города, в создание его истории, то просим обращаться вас в музей городской истории, либо по телефону 420010. И первопроходцев, и их родных с нетерпением ждут в музее городской истории. И готовы составить подробное описание всех опознанных снимков. Потом их можно будет использовать на выставках и показывать подрастающему поколению. Проект закончится только тогда, когда безымянных фотографий не останется. А пока каждое фото хранят как зенит суока, чтобы ни одна веха истории города не потерялась и не была забыта. Сегодня в России отмечают 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Памятные мероприятия прошли и в Ноябрьске. Руководители города, школьники и кадеты возложили цветы к вечному огню, а в музее воинской славы о битве рассказывали детям ветераны. Ольга Тишинина пообщалась с родственниками тех, кто отстаивал Сталинград. Ей слово. Историю Сталинградской битвы и подвиг советских солдат, погибших на фронте, сегодня вспоминают за несколько тысяч километров от города-героя в Ноябрьске. На площади памяти кадеты, школьники, руководители города и ветераны войны. В 75-ю годовщину победы советской армии над фашистскими войсками в Сталинграде они еще раз вспомнили, какой ценой достался мир и возложили цветы к вечному огню. Сами кадеты говорят о подвиге Красной Армии, им рассказывают на уроках, но трудно представить, что пережили войны, которые в буквальном смысле сражались за каждую улицу, каждый дом и метр Сталинградской земли. Видел иллюстрацию, представленную под Сталинградом, когда две пули столкнулись, то есть какой ад творился там. Это было все ради будущего нашей страны. Без этого подвига мы бы не смогли жить, процветать дальше. Мы бы были просто в заключении фашистской державы. Завоевание Сталинграда для Гитлера было очень важным. Через крупный индустриальный город на Волге пролегали стратегически важные маршруты, соединявшие центр страны с южными регионами СССР. Да и сам факт того, что город носил имя Сталина, раздражал Гитлера. Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 42 года по 2 февраля 43-го. По количеству потерь она стала одной из самых кровавых в истории. По разным оценкам погибли и были ранены свыше 700 тысяч советских солдат и офицеров. Но именно благодаря этой победе удалось переломить ход войны и избежать захвата вермахтом Нижнего Поволжья и Кавказа. Подробнее об истории Сталинградской битвы школьникам и студентам рассказывают уже в Музее воинской славы живые свидетели того времени. Ветераны войны, друженики тыла, узники концлагерей, дети тех, кто отстаивал Сталинград. Отец Владимира Тарарина попал в пекло боев. Был гвардией старшиной, командиром танка Т-34, дошел до Берлина. Но, как и многие участники войны, не любил вспоминать об этом. Он говорил мне, что я не хочу рассказывать. Я как бы повторяюсь, перед глазами стоит вся та же картина, что было. И горели в танке, и убивали там, и кровь, трупы и так далее. Он не хочет переживать лишний раз. Я задавал вопрос, вы боялись? А как же, мы же такие же самые люди, как и вы все. Да, было очень страшно. Но мы знали, что нам надо отстоять и город, и вообще победить в этой войне. А ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Старцеву к началу сражений исполнилось всего 12 лет. Он жил в оккупированной Кировоградской области. Но и до них от разведчиков и партизанта ходили весточки с полей боя. Когда завершилась Сталинградская битва, и немецкие союзники, это типа, значит, Япония, Турция, Румыния, они отказались участвовать в этой войне против Советского Союза. И шли дезертиры, их не вермали. А в февраль месяц, в Сталинградской битве, морозы были сильные. И вот они шли, замотаны или платком, или одеялом в одном сапоге, а другой, значит, чуни там надеты. Вот это, значит, мы узнали, что Сталинградская битва свершилась, мы победили. Такие встречи со школьниками в годовщину окончания Сталинградской битвы уже стали традицией. Ведь, по словам ветеранов, только так, делясь воспоминаниями, можно сохранить память о той великой победе. Ольга Тишинина, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. А совсем недавно в центре «Досуга нефтяник» представили спектакль «900 дней блокадного Ленинграда». Пьеса рассказывает о судьбах людей, переживших один из самых страшных и трагических периодов истории нашей страны. Цель, которую ставила перед собой творческая группа – полное погружение зрителей в атмосферу осажденного города. Автор пьесы и режиссер – Ирина Горовая. Артисты на сцене все местные, это и взрослые, и дети. В зале аншлаг, а слез после спектакля не смогли сдержать ни актеры, ни зрители. Среди тех, кто посмотрел постановку «Блокадница Ленинграда» – Ольга Асанович, много лет проработавшая педагогом в 13-й школе. Со мной присутствует блокадник Ленинграда, Асанович Ольга Константиновна. Насколько все реально, все это горе, это все слезы, вот это и наш семья, и наш семья. Полную версию спектакля можно будет увидеть на нашем телеканале в субботу сразу после дневного и вечернего выпусков новостей. Народы Арктики вместились на 12 листах. В округе напечатали календарь с фотографиями выдающихся ямальцев. Герои живут в разных точках региона. На страницах календаря можно увидеть бизнес-леди, династию рыбаков, героя-спасателя, молодую журналистку национальной газеты, писателя, ветераны Великой Отечественной войны. Всего тираж здания – 5000 экземпляров. Календарь представлен в настенном, настольном и карманном формате. Снимки для этого проекта под названием «Народы Арктики» сделала фотограф из Салихарда. Идея медиапроекта принадлежит жителям Ямальского района. Они вышли с таким предложением, и идея была одобрена, получила поддержку. И вот в начале лета я начала работать над фотопроектом. И за несколько месяцев отсняла больше ста человек. Сейчас календарь стремительно расходится по всему Ямалу. Полистать его могут и жители нашего города. В Ноябрьск прислали 150 настенных экземпляров. Их развесят в социальных объектах. Одним из первых календарь появился в центре «Ровесник». Мне календарь очень понравился. То, что там очень он красочный, что есть такие необычные люди, что есть такие национальности, которые живут у нас в округе. У нас действительно не так много представителей коренных народов. Особенно в их традиционных одеждах, в таком традиционном быте, их очень редко можно встретить. И с этой точки зрения такие вот календари и подобные вещи, они поднимают, скажем так, понимание и знание ребят о том, где они живут. В музейном ресурсном центре планируют открыть мультстудию «Страна волшебника». В ближайшее время будет закуплено необходимое оборудование. Мультстанок, специальные программы и расходные материалы. А сотрудники пройдут обучение. Новый проект – продолжение программы «Мой друг. Музей». Направленный на развитие детей с ограниченными возможностями. Поэтому и создавать мультфильмы будут в первую очередь особенные дети. За основу возьмут сюжеты сказок разных народов. У нас уже есть проект «Театр на колесиках», где мы показываем сказки разных народов. Здесь представлены сказки коренных малочисленных народов севера, русские народные сказки и тюркоязычных народов сказки. Это будут нарисованы, но пока в задумках есть. Самое главное, конечно, это такой легкий вариант – это нарисованные мультфильмы. Но хочется еще и с пластилином создавать мультфильмы. С помощью аппликации, из бумаги тоже можно создавать. Эфир телеканала «Ноябрьск-24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok